3 мая этого года зооферма Шихова отметит свой пятилетний юбилей. За это время сделано немало. Построена большая зооферма, где содержатся дикие домашние животные и птицы. Организованы регулярные экскурсии для детей и взрослых. Создана комфортная зона отдыха для туристов с инфраструктурой. Но главное, это найдена та ниша, в которой так нуждаются сегодня городские жители. Город слишком далеко ушел от деревни и горожане просто разучились понимать сельский уклад. Для них в диковинку увидеть корову на лугу, коршуна в небе, бобров в реке. Руководство зоофермы Шихова долгой упорной шло к цели – организовать диалог между селом и городом, научить людей ценить красоту природы. И за пять лет цель эта достигнута. Раньше это действительно была ферма, на которой выращивали скот, птицу. Сейчас мы перешли на статус парка отдыха. То есть мы хотим приносить людям тепло, добро. Вы правильно сказали, что это обязательное такое понятие. Сейчас так мало добра, сейчас так хочется этого всего. И люди приходят к нам и уходят со словами благодарности, потому что у нас индивидуальный подход не только к животным, которых мы каждого знаем. И не только по именам, но и по повадкам, кто что любит, кто что есть. Но и к людям относимся соответственно. То есть мы каждого встречаем, с каждым разговариваем, с каждым знакомимся. Сегодня к названию зооферма добавились два слова – парк отдыха. Это действительно уже не только зооферма, а целый комплекс сооружений. Трасса для катания на собачьих упряжках, вольера для животных, игровые площадки для проведения различных соревнований и праздников, таверна для гостей. Есть собственный магазин, где можно купить фермерские продукты. Экскурсии начинаются в уютной зооферме. Кого тут только нет – кролики, еноты, хорьки, белки, шиншиллы, хомяки, ездовые собаки, хаски. Много птиц, утки, гуси, эму, перепела, хищные птицы. Экскурсовод Жанна Птицына знает каждую птичку, каждого зверя и проводит экскурсии по-особенному. Мы всегда стараемся к каждым праздникам подготовить что-то новое. Вот сделали сеновал, сейчас покажем вам сеновал Шихова, где можно присесть, отдохнуть. И когда садишься на него, не хочется уходить, хочется сидеть, наблюдать, как детишки играют, хочется отдохнуть, хочется запах сена почувствовать, убежать из этого города от этих газов, от этой суеты. А здесь тихо, спокойно щебечут перепелки, как вы слышите, петушки поют, кукарекают. Наши каркуши могут произнести разные звуки. Сойка, кстати, у нас есть птица, которая умеет мяукать. У нас есть сарыч, птица. Вот она, кстати, помяукала, да. У нас есть сарыч, конюк еще ее называют, птица. К сожалению, тоже после аварии, но, слава богу, уже реабилитация прошла, уже выжил и уже, слава богу, выздоровел практически. Сегодня рабочие заканчивают строительство новых вольеров и фото-зона для гостей. Работа ведется за счет собственных средств и средств инвесторов. В ближайших планах запустить два перспективных проекта. У нас есть два очень интересных проекта. Первый – это Хаски-остров. То есть мы делаем большую зону, в которой люди смогут вживую пообщаться с собаками. Не через вольер, как сейчас, а вживую. То есть даже сейчас, несмотря на грязь, люди приезжают и пообниматься с нашими собаками – это такая психологическая разрядка, невероятная. Вот первый проект – это будет Хаски-остров. И второй – Олени-парк. То есть мы в ближайшие дни завозим оленей, и люди смогут у нас прийти, пообщаться вживую, покормить и погулять здесь. Все, кто хоть раз побывал на зооферме Шихова, обязательно сюда возвращаются, чтобы еще раз пообщаться с животными и птицами. Причем не через сетку вольера, а напрямую – погладить их, покормить из рук. Особенно это нравится делать детям. Кстати, с самого начала у зоофермы установились дружеские отношения с Дмитровским домом доверия и столичными детскими домами. Для их воспитанников зооферма Шихова проводит бесплатные экскурсии и кормит вкусными фермерскими продуктами. Сотрудники зоофермы рады каждому гостю и приглашают всех желающих отметить Пасху и пятилетний юбилей.